Всем добрый день, с вами Галина Колосова, и сегодня я отвечу на такой частый вопрос от моих учеников. Как справиться с эфирными маслами, с паническими атаками? Ну, прежде всего, что нам нужно знать про паническую атаку? Паническая атака – это не что-то, которое возникло на пустом месте. А паническая атака – это следствие накопившегося стресса. То есть, например, мы можем из-за чего-то очень сильно нервничать, эти эмоции не находят выхода, и в какой-то момент случается паническая атака. То есть люди, с которыми это происходит, они испытывают стресс какой-то длительный, он накопился, и нужно обязательно разбираться с этим следствием. То есть я сама знаю, что это такое, у меня были панические атаки в институте, которые возникли из-за сильных перегрузок, именно учебных, из-за экзаменов. И в какой-то момент я стала бояться ездить в метро, я стала бояться спускаться по эскалатору, вот, и каждая поездка в институт, где мне нужно было спускаться глубоко под землю, для меня просто превращалась в страшную пытку. Вот поэтому я знаю, что это такое. Панические атаки бывают разные, то есть кто-то боится ездить в метро, кто-то боится оставаться один дома, кто-то боится выходить на улицу, ходить по открытым пространствам, кто-то, наоборот, боится толпы. То есть у всех вот эти вот разные ситуации, когда паническая атака может возникнуть, но в любом случае это следствие стресса, который нужно убирать. Первое, что я рекомендую, это вот такие вот капсулы-сиреники от Дутера, для того, чтобы как следует высыпаться и отпускать вот этот накопившийся стресс даже во сне, ночью, потому что бывает такое, что на фоне стресса нарушается сон. И одну-две капсулы выпивать с последним приёмом пищи. Второе, что следует помнить, если паническая атака уже пришла, да, если она наступила, это то, что наш организм, ему нужно переключаться. Он не может контролировать одновременно несколько процессов. Если наступила паническая атака, носите с собой эфирные масла, что это может быть из масел, кудрявая мята, снимающая стресс, смесь адаптив, смесь чистая кожа. Что нужно с ними сделать? Нужно капнуть на ладони или нанести на ладони из ролика, просто остановиться и подышать медленно и спеша 15-20 медленных вдохов и выдохов, для того, чтобы расслабиться, сконцентрироваться на запахе, и вот эта вегетативная реакция, да, она отпустила. Что ещё очень хорошо делать во время панической атаки? Концентрироваться не на самой атаке, да, не на том, что происходит с нашим телом, а, например, включить музыку, да, то есть организму будет сложно одновременно слушать музыку и бояться, или вдыхать масла и бояться. Вот, либо ещё вот такая вот штука, это эспандер, его можно носить с собой, допустим, в кармане, и при возникновении панической атаки просто каждой рукой его сжимать по очереди 10 раз одной рукой, 10 раз другой рукой, и при этом вот этот адреналин, который выбрасывается во время панической атаки, вы будете его как бы сжигать, да, он будет уходить. Ну и, конечно, нужно обязательно следить за своей нервной системой, за её состоянием, балансировать вот этот стресс, да, использовать противострессовые масла. Тоже масло мяты, да, кудрявое, перечное, кому какая нравится. Смесь баланс, масло лаванды на стопы, масло ладана. В течение дня что-то из этих масел обязательно использовать, наносить на пульсовые точки перед сном на стопы, для того, чтобы нервная система становилась более стабильной, для того, чтобы не было вот этих вот скачков, для того, чтобы не было этих панических атак. Ну, всем успехов, желаю здоровья, и надеюсь, что теперь вы знаете, как справиться с этой проблемой.